Для использования кэширования при реализации собственных компонентов модулей разработчик может использовать API. Существует несколько классов. CPHP Cache – это основной класс кэширования PHP переменных и HTML-результатов выполнения скриптов. CPHCache – это класс кэширования HTML-результатов выполнения скрипта. C-Bitrix Component – это класс компонента, содержащий в себе оптимизированные методы кэширования Start-Result-Cache, которые являются оберткой над CPHP Cache, используя типовые компоненты. C-Cache Manager – это класс управления кэшем, подробнее о котором мы поговорим в разделе «Тегированный кэш». И теперь рассмотрим подробнее методы кэширования на примере использования основного класса CPHP Cache. Для этого создадим простой компонент для вывода элемента инфоблока. Воспользуемся собственным компонентом, принимающим входящие параметры ID-инфоблока и ID-элемента. Мы расположили его на тестовой странице и указали параметры. В данном случае это инфоблок новостей и один из его элементов с ID равным 2. Можно приступать к написанию логики. Здесь мы проверяем входящие параметры в компоненте iBlockID и ElementID. Подключаем модуль инфоблоков. Получаем данные, используя параметр ID-инфоблока и элемент инфоблока. Заполняем массив R-Result данными, используя CI-блок Element GetList. Далее подключается шаблон компонента, используя метод includeComponentTemplate. В шаблоне выводим полученные данные в результате запроса, наименование и превью текст. Обновим страницу с компонентом, включим режим отладки и можем видеть, что на странице присутствует запросик базы данных. В данном случае это запрос на получение элемента из таблицы инфоблоков. Код, отвечающий за запрос на получение данных из базы данных, в нашем случае это метод CI-блок Element GetList. Для уменьшения нагрузки существует возможность избавиться от личных запросов, записав результат работы компонентов кэш. Для этого можно воспользоваться IP-битрикса, например, методами класса CPHP-Cache. Доступны следующие методы класса. InitCache. Функция инициализации кэширования возвращает False в случае отсутствия актуального файла кэша и True в обратном случае. StartDataCache. Предназначенный для вывода содержимого кэша или начала буферизации данных для последующего сохранения файла в случае отсутствия актуального кэша. Возвращает False в случае отсутствия актуального файла кэша и True в обратном случае. Имеет аналогичные параметры, что и метод InitCache. EndDataCache. Завершение буферизации и сохранение файла кэша на диск. Принимает параметры массива переменных для сохранения в кэше. GetVars. Возвращает PHP переменные, сохраненные в кэше. Output. Выводит содержимое файлов кэша в случае, если то существует и был вызван в методах InitDataCache или StartDataCache. А также ряд других методов. Подробнее о методах можно прочитать в соответствующем разделе документации. Для инициализации процесса кэширования достаточно определить три параметра. Период кэширования, идентификатор кэша, директория, хранение. Для того, чтобы закэшировать результаты, нам необходимо подготовить входные параметры и создать объект CPHP Cache. Создадим объект CPHP Cache, через который будем обращаться к методам класса. Задаем время сохранения кэша. Время определяет период, в течение которого данные будут браться из кэша, а после истечения скрипт будет запущен и результаты снова сохранены в кэше. Время кэширования должно определяться исходя от задач компонента и зависит от частоты обновления информации. Для некоторых компонент устанавливается большой период, а для часто обновляемых малый, например в 10 минут. Установим время кэширования из параметров компонента. И для примера поставим значение периода, равное 10 дней, то есть 864 тысячи секунд в настройках компонента. Далее создается уникальный идентификатор кэша, необходимый для определения кэша в рамках директории кэширования. В идентификатор кэша обычно включают все параметры, которые могут повлиять на результаты. Например, параметры, поступаемые в компонент. Бывают ситуации, когда в идентификатор может быть включена группа пользователей, что приводит к созданию разного кэша, например, для администратора и для обычного пользователя. И при сбросе кэша администратором пользователь может продолжать наблюдать за кэшированные данными. В данном случае параметрами, влияющими на результат работы компонента, являются ID инфоблока и ID элемента, включим их в идентификатор. Далее указывается директория хранения кэша. Воспользуемся тестовой директорией кэш-тест. Добавляется проверка на наличие актуального кэша через метод старта инициализации initcache, который вернет true в случае наличия кэша и false в обратном случае. А в метод передаются определенные ранее параметры период жизни кэш-идентификатор и директория. На случай отсутствия актуального кэша в конструкцию else if добавляется метод startDataCache для старта буферизации вывода. А здесь будет располагаться код, результат исполнения которого должен быть закэширован. В конце конструкции добавляется метод endDataCache, который принимает массив данных и выводит буфер для сохранения в кэше. Субтитры делал DimaTorzok А перенесем запрос на получение элементов инфоблока в конструкцию lsif. Теперь содержимое массива rResult и вывод в шаблоне должны попасть в кэш. Стоит отметить, что шаблон компонента также может кэшироваться. Метод includeComponentEmplate подключает шаблон компонента. В данном случае весь вывод, производимый в шаблоне, также буферизируется и записывается в кэш в переменную контента. Далее необходимо вывести данные из кэша в случае его наличия и актуальности. Сохраним данные из кэша в массив rResult с помощью метода getWars. А хранимые в кэше html выведем через метод output. Перейдем на страницу с компонентом и обновим ее. Видим на странице отсутствуют запросы и показан объем кэша. Можно перейти на файл кэша и посмотреть, какие данные закэшируются в результате. Давайте перейдем в директорию кэша, заданную в параметрах кэширования. В данном случае переходим в каталог битрикс кэш и видим директорию кэш-тест. Здесь есть php файл, который хранит в себе переменные контент и варс. Содержимое вывода в шаблоне и данные из массива rResult соответственно. Очевидно, что в случае изменения параметров компонента, id-инфоблока или id-элемента, идентификатор кэша, а значит и файл с наименованием на его основе, будут другими. Если параметры компонента, включаемые в идентификатор, зависят от get-параметров url, например, когда id-элемента передается в строке, то это может послужить причиной увеличения количества файлов кэша при обращении их к странице с разными id-элементами. Могут возникать ситуации, когда все свободное пространство на диске забивается файлами кэша. Поэтому кэш должен зависеть только от подготовленных параметров, например, приведенных целым числом с использованием функции intVal. Параметры компонента без префикса tilde в массиве arparams уже содержат подготовленные величины, поэтому в идентификаторе кэша лучше использовать их. Добавим файл стилей в шаблон и запишем в него любое правило. Например, обернем вывод данных в тег div и добавим ему стиль border в файле style.css. Сбросим кэш на странице. Видим, стиль применился. Теперь обновим страницу с использованием кэша. Стили нет. В данном случае шаблон компонента использует внутренние параметры. Это могут быть файлы стилей, скрипты и другое, подключенные внутренними механизмами системы, в данном случае отложенными функциями. Но в кэш попадает только непосредственный вывод – div с классом test и его содержимое. Конечно, можно добавить стиль и скрипты непосредственно в шаблон, но это неверный подход. Все параметры, используемые в шаблоне, можно также сохранить в кэше и затем вернуть их ему. Для реализации этой задачи существуют специальные методы компонента getTemplateCashData и setTemplateCashData или applyCashData – класса C-Bitrix Company. GetTemplateCashData – это метод, позволяющий получить данные, используемые в шаблоне. SetTemplateCashData – метод, возвращающий данные в шаблон. Итак, получим параметры шаблона через метод getTemplateCashData и запишем их в переменную после подключения шаблона includeComponentEmploy. Далее необходимо сохранить эти данные в кэше в методе endCashData. Будем передавать метод массив результата arResult и переменную параметров шаблона templateCashData. Теперь необходимо получить эти данные и передать их шаблону. Через метод getVars мы получаем массив arResult и параметры шаблона templateCashData. Передадим данные в шаблон через метод setTemplateCashData. Передадим данные в шаблонах в шаблонах в шаблонах в шаблонах. Передадим данные в шаблонах в шаблонах. Обновим кэш. И видим, что стиль применяется с использованием кэша. Откроем файл кэша И можем видеть, что в переменной template cache data Хранится данный, который используется в шаблоне В данном случае это путь к CSS файлу Продолжение следует...